Как правило, для изготовления такой мормышки, как лесотка, используют вольфрам. А именно вольфрамовую проволоку, ну если вам ее негде взять, вполне подойдет такой материал, как припой. Уверен, что не все для изготовления лесотки смогут найти вольфрамовую проволоку. А вот такой вот припой из олова продается практически в любом радиомагазине. С ним и работать комфортнее, и уже для себя не первый год именно из припоя я и делаю такие мормышки, как лесотки. Все делается очень просто, быстро, а главное, все работает. Для изготовления мне понадобится крючок длиной 16, шириной 5 мм. Кусочек проволоки из олова приблизительно 8 см. Вот так вот обрезали, немного его выровняли. И затем при помощи какой-нибудь твердой круглой поверхности надо немного его расплющить. Просто вот так вот чуть-чуть прокатать. Получилась вот такая вот слегка приплюснутая полоска олова. Делаем дальше. Теперь берем наш крючочек и зажимаем его в тиски, чтобы торчало вот так вот цевьё. Дальше берем нашу полоску из олова и начинаем литочек к литочку подматывать на цевьё. Дошли до ушка крючка. И теперь в обратную сторону делаем 3-4 оборотика. Также все очень плотненько и аккуратненько. Лишнее откусываем. И все вот это дело поправляем. Ну и вот уже что получилось. Переходим к следующему этапу. Дальше нам потребуется суперклей, которым необходимо вот это вот всё дело хорошо проклеить, чтобы олова у нас не двигалась по цевью крючка. Прям можно такую жирную каплю сюда капнуть, не жалея. Когда высохнет клей, продолжим. Как вы видите, клеем пролил всё прям обильно. Кстати, олова от вольфрама по весу отличается не сильно и много, поэтому мормышки получаются приблизительно похожего веса. Когда суперклей высох, покрываем всё это дело обычным лаком для ногтей. Цвет уже можете подобрать самостоятельно. Я крашу по классике чёрный. Дальше, по желанию, при помощи яркого лака можно нарисовать глазки. Тоже на ваше усмотрение. Зубочисточкой вот так вот одну капельку с одной стороны аккуратненько пришлёпываем. С другой стороны такую же. У меня в полноте темновато. Но я думаю, вам видно. Вот такая красота уже у меня получилась. При желании, такую мормышку можно оснастить бусиной, также любыми кембриками. Я же этого делать ничего не буду. Рыбачу я на такие мормышки, либо на мотеля, либо на опарыша. Вот в таком вот уже готовом виде. Вы как вы только что убедились, ничего сложного в изготовлении нет. Всё очень просто и быстро. Ушло у меня на всё про всё вместе со съёмкой видео около 10 минут. И вот такая вот хорошая лисоточка у меня готова. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке.